Работа по реорганизации структуры правительства Свердловской области в соответствии с указом, подписанным накануне губернатором, уже ведется. Об этом глава областного кабинета министров Денис Паслер доложил главе региона Евгению Куйвышеву 6 августа в ходе рабочей встречи. Напомним, губернатор Евгений Куйвышев 5 августа подписал указ, направленный на совершенствование работы регионального правительства. Согласно принятому решению, в составе правительства сформированы основные блоки, которые будут курировать вице-премьеры. Это блок реального сектора, финансово-экономический, инфраструктурный, организационный, социальный блок, а также блок ЖКХ и блок местного самоуправления и межнациональной политики. Важно отметить, что предложенная главой региона новая схема работы областного правительства была положительно оценена и поддержана экспертным сообществом. Мы вчера с вами провели перегруппировку сил, так называемых, правительства. Я хочу, чтобы по мере организации новой структуры, мы безусловно готовили изменения в бюджет. И необходимо сегодня провести перераспределение полномочий, тех полномочий, которые сегодня не потребуют изменения в бюджет, необходимо сделать уже в кратчайшее время. По словам Дениса Паслера, в настоящее время, в соответствии с поручением губернатора, такая работа уже идет. С точки зрения садика, в соответствии с вашим поручением, мы ежемесячно рассматриваем эту реализацию, ежеквартально вам об этом докладываем в совещании с главным. Поэтому сомнений в том, что мы это выполним, у нас нет. Есть 2-3 проблемных участка, которыми мы занимаемся, это детские сады. Примерно такие, как Нижний Салди, но с 2010 года они строятся, но тем не менее мы понимаем, как из этой проблемы выходить и понимаем, как реализовать. Еще одной темой встречи губернатора и председателя областного правительства стала подготовка к проведению матча Чемпионата мира по футболу в 2018 году на Центральном стадионе в Екатеринбурге. Евгений Куйвышев поставил задачу в срок до 1 сентября систематизировать всю информацию, имеющуюся по этому вопросу. Денис Паслер доложил губернатору, что у правительства также не возникло сомнений в том, что все задачи, связанные с проведением Чемпионата мира, будут выполнены. Хочется напомнить, что в Артемовском городском округе продолжается строительство дошкольных учреждений, которые в будущем помогут ликвидировать очереди в детские сады. Также возобновилось строительство стадиона «Локомотива» в городе Артемовском. Надеемся, что и наши спортсмены в скором времени будут тренироваться на новом оборудованном стадионе.